Я скучаю по землянам. Я надежда. За все мои волонтерские поездки это был самый сложный переброс, который я помню. Во-первых, я первый раз в жизни увидел трекол. Я не знал, что это такое, с чем это едят. Оказался этот здоровый внедорожник, которому относительно удобно. Конечно, ездить на нем по болотам часов 15 – это очень долго. Но мы справились, мы приехали. Непосредственно на земле надежды мы занимались постройкой бани, реставрацией церкви, написанием икон на камнях. Девочки у нас красили забор. Я, Паша и Женя напилили там целую-целую кучу дров с помощью бензопилы и трех топоров. Потратили на это, наверное, полтора дня своей жизнью, но мне, в принципе, нравится вот это ощущение приятной усталости. И Арктика всегда его дает. Арктика Стоит окунуться в это с головой. Это как другой мир. Ты попадаешь просто в другой мир. Со своими правилами, со своими законами. Такой чистый мир, спокойный. И если ты студент, молодой первокурсник, и ты мечтаешь, наверное, отдохнуть от московской суеты, от вот этого вот быстрого ритма жизни, то земля надежды даст тебе, наверное, такую перезагрузку, что ли. Самое запоминающееся, это, наверное, была красота Щучьего озера. Кристально чистая вода, над которой свисает город. Я скучаю по местам, в которых побывать может далеко не каждый человек. Я очень благодарен ВУЗу за то, что он дает мне возможность побывать в этих местах. Ну, никто бы никогда не поехал на землю надежды самостоятельно, потому что туда очень тяжело добраться. И я надеюсь, что это изменится, потому что регион активно развивает туризм. И хочется, чтобы больше и больше людей узнавало о таких возможностях, о том, что в нашей России есть такие места, где можно взять просто и по щелчку пальцев перезагрузиться, может быть, осознать себя по-новому. И несмотря на то, что прошло уже больше, чем полгода, я скучаю по земле надежды.